Сейчас мы начнём с представления новых изданий трудов Юрия Николаевича Холопова. Первое, о чём хочется сообщить, это о том, что мы дожили до времён, когда за его работы издательства борются. Возникла уже конкуренция, ревность и попытка застолбить будущее издания. И вот какую-то невероятную оперативность и расположенность, старание проявило хорошо теперь уже известное издание «Планета музыка», питерское издание, которое специализируется именно на учебной литературе. И вот сейчас оно выпускает все три тома, всем известные три тома «Гармония Юрия Николаевича». Первый – это теоретический курс «Гармония», второй и третий – это практический курс «Гармония». Сейчас мы уже можем показать вам обложку, обложки, которые тоже очень старательно создавались. Теоретический курс уже в пути, он вышел раньше, потому что в принципе он идентичен. Исправлены опечатки. Благодаря кому исправлены? Благодаря нашему внимательнейшему и педантичному в хорошем смысле Сергею Николаевичу Лебедеву, который собирал эти опечатки и вывешивал на тот грандиозный сайт электронной библиотеки, который поддерживается его старанием. И вот единственные изменения, которые серьезные есть в этом издании – это исправление. Ну и Сергею Николаевичу издательство выражает благодарность и уже отправила соответствующую книгу, которая не сегодня, а завтра приедет. А вот два других тома, это практический курс гармонии, он потребовал гораздо более серьезного участия, потому что это замечательное издание, которое в свое время вышло исключительно благодаря Валерии Стефановне Ценовой, не будь ее, не будь ее грандиозной работы, мы не владели бы вот этим, теперь уже жизненно важным для очень многих, трудом. Он за прошедшие 20 лет сыграл грандиозную роль, ну как минимум в преподавании Московской консерватории, но думаю, что и не только. Но он настолько хорош, он настолько глубок, что хотелось сделать его еще более доступным для читателей. Но прежде всего, а может быть это не прежде, но я скажу, это все-таки очень большая работа издательства, выполнила нотный набор всех примеров. Это, конечно, грандиозно, но это огромная работа в том числе по корректуре. И вот эта корректура, прежде всего, стараниями Григория Ивановича Лыжова, который участвует вот в этой подготовке, продолжается. Ну и это издание тоже уже совершенно в работе, но еще не в пути к нам. Но оно, конечно, будет у нас. Потом, вот лично я всегда испытывала огромное сожаление, что замечательные россыпи важнейших наблюдений Холопова, обобщений глубочайших каких-то теоретических данных, скрыто от поверхностного читателя, потому что в оглоблении это не отражено. Ну и мы постарались с Григорием Ивановичем составить гораздо более подробные оглавления и разные там указатели, чтобы можно было, даже не делая всей работы этой книжки, что мало кому удается, чтобы это было возможно, ну, по меньшей мере, ощутить, знать, где и что надо искать. Ну, были внесены, опять-таки это делали мы с Григорием Ивановичем, были внесены мелкие поправки, просто для того, чтобы на соседних страницах не было разного написания одних и тех же слов. К унификации какой-либо глобальной мы не стремились принципиально, и потому что это терминологически, допустим, и потому что это невозможно, и потому что вот в самой этой гибкости и подвижности терминов отражен рост и развитие как самого Юрия Николаевича, так и нашей теории. Но поскольку расхождений или каких-то синонимов, и не совсем синонимов там довольно много, то сделаны комментарии, какие-то постраничные сноски, сделаны более подробные теоретические примечания. Ну и, наконец, написано к третьему изданию предисловие, где, во-первых, рассказывается о истории создания этого труда, во-вторых, рассказывается о его роли в последующие 20 лет со временем первого издания, ну и, конечно, с огромной благодарностью отражается участие всех и прежних помощников, но и прежде всего Валерия Стефановна Ценовой, которую, я повторяю, на своих плечах вынесла. Вот этот грандиозный труд. Второе, пожалуйста, издание, которое мне хочется сказать, которое тоже вышло, которое уже вышло и не сию минуту, сейчас, знаете, уже забыла, в каком году это вышло, ну, оказывается, всего два года назад, 2020 год, но вышло в глухие вот самые пандемийные времена, поэтому для многих осталось незамеченным. Так вот, вот эта вот книга, которая, если не всем видно, называется «Антон Веберн о музыкальных формах» по лекционным конспектам Рудольфа Шопфа в переводе и с разъяснениями Юрия Холопова. Ну, я не сомневаюсь, что для него это была чрезвычайно важная работа, и хотя нам не удалось ее довести до полностью авторского замысла, то есть нам не удалось восстановить огромное количество, вернее так, привести в реальность огромное количество нотных примеров, аналитических нотных примеров, которые задумывались, но тем не менее, тем не менее, это такой фантастический, я бы сказала, уникальный замысел и выполнение, но вот такого рода музыковедческих работ, по-моему, никогда не было и не будет. Я не буду вам рассказывать, что там желающие могут на сайте консерватории, в публикациях, соответственно, 2020 года, прочитать, потому что информация от составителей там приводится. И там все расписано, что задумал и сделал Холопов, и вот как надо читать эту книжку. Но, во всяком случае, вот я повторяю, это очень важная работа, и очень радостно, что эта книга находится в фонде Захера, там, благодаря Татьяне Борисовне Дубравской, к нам очень любезно отнеслись, дали разрешение на все, что было необходимо. Ну, в ответ попросили только два экземпляра книги в библиотеку фонда Захера. Ну, вот так оно и было. И это тоже очень радостно. Его, кстати, Юрий Николаевича там помнят. И знают те, кто моложе. Хорошо, что нам удалось закрепить его эту позицию. Ну, и, наконец, вот то, что изо всех сил до последнего момента делалось, вот уже повторяю, что это издание тоже консерватории. Очень трудное. По-своему тоже очень трудное. Ну, и, наконец, то, что делалось многими-многими-многими, вот до последнего, буквально до последней недели. Вот то, что нам сейчас удалось привести, то, что напечатала типография, это только маленькая часть тиража, то, что они успели сделать. Это вот эта вот тяжелая книга Юрия Николаевича. Это сборник статей и материалов очередной о русской и зарубежной музыке. Ну, вот тут приходилось слышать такое некоторое недоумение и даже огорчение, почему и о русской и зарубежной сразу так тяжело, так таскать трудно и прочее. Я не скрою, поначалу это задумывалось как две книги о русской музыке и о зарубежной музыке. Но выяснилось, что невозможно разорвать эти два явления в мире искусства. Невозможно выклинить Россию и сказать, а вот это мы, и закрыться. Точно так же, как невозможно зарубежной музыке и жить без России, так, и лишиться того вклада, который в него не значено. Поэтому рассматривалось вот это вот эволюционное движение в комплексе, где-то чередуясь, где-то взаимопроникает. Здесь, сколько здесь? Ну, здесь много глав, не буду тратить на это время, потому что мне нужно много времени, чтобы назвать тех, кто работал над этой книгой. Я даже не буду сейчас говорить о том, каково участие. Участие разное, потому что здесь, одно скажу, больше половины материалов публикуется у нас впервые. Либо вообще впервые, либо впервые на русском языке. И вот подготовка, либо это совсем архивные материалы, такие не до конца доведенные. И вот подготовка этих текстов, это, конечно, грандиозная работа, в которой принимали участие очень много тех, кто желал и был способен потрудиться во благо Юрия Николаевича. Потому что это еще не каждому по силам, понятное дело. Ну вот, поэтому я сейчас просто буду перечислять с глубочайшей благодарностью много-много-много тех, кто участвовал в этой работе. Татьяна Борисовна Баранова, Марина Владиславовна Воинова, Елена Марковна Двозкина, Ольга Валерьевна Зубова, Маргарита Ивановна Катунян, Лариса Валентиновна Кириллина, Татьяна Суреновна Киригяна, извините, Григорий Иванович Лыжов, Анна Александровна Маклыгина, Григорий Анатольевич Моисеев, Римма Леонидовна Поспелова, Григорий Александрович Рымко, Светлана Ильинична Савенко, Валерия Стефановна Ценова, ее архивные материалы. Это вот назвала пока только тех, кто конкретно готовил эти материалы. Но это далеко не все. Потому что в решении очень важных задач, разных, но равно необходимых для книги, отмечу помощь Ольге Владимировне Геро, у нас на рубежом тоже помощники есть, Владимир Викторович Громадин, Андрея Кулигина, Рязань, Семена Суханова, консерватория, и моей дочей Анне. Как всегда важна роль рецензентов. Куда же мы без них? Без них вообще ничего невозможно. Это Елена Алексеевна Николаевна, Татьяна Алексеевна Старостина, Даниила Рустановича Петров, Александр Львович Маклыгин. Дальше. За согласие на публикацию статей Холопова для энциклопедии Чайковского, не публиковавшихся, избранных статей, но очень значимых, благодарю директора института искусствознания Наталью Владимировну Сиповскую, а за разрешение перепечатать уже публиковавшиеся материалы из их сборника Екатерину Михайловну Тараканову и Анну Амраховну Амрахову. Ну, наконец, вклад сотрудников нашего научно-издательского отдела. Он просто неоценим. Начну с нашей Натальи Олеговны Власовой. Руководитель. Она руководит прекрасно, уверенной, твёрдой рукой. Но это тот руководитель, который не просто направляет, что очень важно, но который делает сам, в том числе чёрную работу, в том числе пропуская через себя все издания. И поверьте, это бывает очень продуктивно. Всякий раз мы, к счастью, избавляемся от каких-то неприятностей. И это вот то, что делает руководитель. Это раз. Екатерина Андреевна Ларина. Я не знаю, как её назвать. Это называется по-разному. Дизайнер, верстальщик, туда-сюда. Но нет подходящего названия. Но издавать книги Холопова, в том числе по части Вёрстки, а ещё того более чудовищных схем, это труд, который мало кому доступен. Вот она безропотна, умела, в нужную минуту, даже когда всё горит, делает эту работу. Сергей Михайлович Мовчан. Это наш музыкальный редактор. О, да тошный Сергей Михайлович иногда просто становится невыносимый. Но он, конечно, потрясающе смотрит в корень. Потому что для того, чтобы достойным образом были поданы, скажем, упрощённо, нотные примеры, он исследует разные издания. Он заставляет составителя посмотреть в рукописи композиторов. И в результате действительно выбирает наилучшие варианты. Ну и, наконец, Григорий Анатольевич Моисеев. Ну, это уникум, я бы сказала. Потому что пропустив через душу и сердце уже несколько вот таких вот томов, можете представить, сколько для этого жизненной энергии надо, он приобрёл совершенно уникальную специализацию в дополнение ко своим, впрочем, основным, скажу так, профессиональным компетенциям. Он прошёл такую школу Холопова, помимо консерваторской школы, что теперь может быть назван, я повторяю, единственным в своём роде специалистом по изданию его трудов. Наконец, на протяжении уже двух десятилетий руководство консерватории постоянно оказывает поддержку этому проекту. И это, конечно, бесценно. В результате, а также в результате какого-то всеобщего, всеобщего, ну, участия, вот дело по изданию трудов Холопова уже давно вышло за пределы кафедры теории музыки и стало психоконсерваторским и даже более того. Ну, это, я считаю, залог продолжения этого проекта. И когда-нибудь окончание, но окончание, поверьте, ещё не скорого, потому что архив, ну, не скажу, что совсем полон по части издательства, но ещё очень-очень велик. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...